Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Last Hope TD Мы остановились на уровне The River, который сейчас будем проходить У нас прокачана одна из опций нашего домика, который мы недавно купили Вообще, вот эту вот хижину дяди Тома можно было бы и не покупать, вообще не прокачивать Но с другой стороны, больше уже прокачивать у нас нечего, мы все основные вооружения уже купили Поэтому, возможно, этот дом пригодится Хотя у нас есть и такой, как индейский вигвам Но домик будет посильнее, фермер будет куда сильнее, чем индейский Всяком случае, это то, что я увидел по характеристикам Вот такой вот уровень река У нас есть две красные линии, они, в принципе, расположены недалеко от друг друга Оборонять их будет легко Если что, если из какой-то сторон у нас будет проблема Мы можем одного из индейцев перетащить на другую линию Либо же вызвать дух В общем, оборонять этот участок будет не проблема И с деньгами у нас все нормально 650 монет на все про все Я думаю, что этой суммы вполне хватит более чем И сейчас начнем обустраивать нашу оборону Поставим две пушки Более того, мы еще сможем, наверное, прокачать не только пушки А еще и замедляющую башню Может быть, не до конца Но до середины мы смогли как раз прокачать Вот замедляющую башню И еще кое-что прокачали по пушкам Поставим напоследок стрела Потому что неизвестно Или это будет зомби Либо это еще будут летающие цели В общем, стрела это такой самый беспрогрешный вариант Который и против тех, и против других Но все-таки против обычных зомби Сухопутных они будут куда лучше и сильнее, чем против птиц Ну, птицы еще бывают разные Например, уровень The Farm На ферме у нас там птицы были немного другие, чем в первых уровнях И как-то их быстро стрелы убирали Но не думаю, если появятся такие вот крупные летающие цели Что стрелы как-то могут нейтрализовать У нас очень шустренько пошли зомби в атаку Есть, по-моему, и прыгающие зомби Но у нас там находится замедляющая башня Может быть, она не сильно замедляет Но как-то да, и сковывает Это уже у нас вторая волна Всего их пять Уровень пока складывается неплохо Я, если честно, еще не проходил миссию в первый раз Без разведки, можно сказать так Но пока никаких затруднений нет Все складывается ровно и без проблем Поле большое, крайне неудобно Из-за вот этих вот островков Хочется поставить Теслу Но пока там, где у нас находятся основные вооружения Нету такого большого квадрата Поэтому поставить Теслу можно только лишь где-то посередине На каком-то островке Но уже недалеко от красных линий А хочется именно поставить там, где у нас красные линии Для того, чтобы точно Тесла покрывала максимальное количество зомби Потому что если поставить посередине Либо же где-то вправо-влево Ну, не факт, что там будут основные силы И неизвестна ли там будет проблемная зона А хочется именно поставить вот Чтобы Тесла как раз осложняла жизнь Там, где у нас больше всего зомби Ну, это как раз возле красных линий Так что пока, наверное, по временем с Тесла Тем более, что это оружие на текущий момент самое дорогое Как-то вкладываться не хочется Лучше, может быть, прокачать те же пушки За 85 монет по максимуму Либо же до середины Или прокачать миномет Который уже есть на поле И на островке Тоже очень такое хорошее эффективное средство Давно его не использовал Потому что были ограничения Мы могли брать только на уровень 4 башни И теперь вот открылся пятый слот И, конечно же, стало полегче выбирать оружие на уровень И как только открылся слот Я, естественно, выбрал миномет Хотя есть вариант выбрать еще Авиационную пушку ПВО Которая у нас будет посильнее, чем, наверное, стрела Но все-таки это узкоспециализированное оружие Поэтому пока остановился на миномете Если будут какие-то проблемы Буду делать корректировку Возможно, и хижина, которую я купил и прокачиваю Тоже пригодится Я когда-то ее убрал В первых уровнях, по-моему И вот так экспериментировал Смотрел, что может это средство Средство Ну, в каких-то уровнях, конечно, выручают Особенно в первых Когда оружие было совсем маловато Ну, а сейчас Можем обойтись и без домика Мы уже обостроили Там, где у нас красная линия оружия Самое главное Все это дело прокачать Оружие дорогое Хоть Теслы нет Но и пушки И минометы Они что-то да и стоят У нас сейчас идет наступление со всех сторон И это уже финальная волна Идут нам такие, как Крупные зомби Как пухляки И из них должны появиться червяки То, что сейчас и происходит Вот это может быть проблема Потому что если пойдут больше таких зомби И вот эти черви начнут расползаться Мы их, не знаю, и для всех сможем быстро убрать Их много А индейцев мало Ну, еще плюс духи Но Пока что духи у нас не возобновились Их не так-то и много Так что вся надежда на пушки наши Мы уже вот эти вот пушки Которые находятся Непосредственно в близости от красной линии Хорошо прокачали Не до максимума Но очень близко Это уже предпоследняя стадия Которая позволяет Эффективно вести огонь Даже против больших По количеству целей Но зомби не доходят до красной линии Мы без проблем их убираем Прокачаем еще миномет Мы уже это сделали Его прокачали до максимума Он уже нам Когда прокачиваем До максимального значения Он уже как бьет Такими разрывными снарядами И от зомби мало что остается Но это вот против Таких средненьких зомби Отлично он работает Против сильных Чуть медленнее И не так эффективно То есть надо больше оружия Это у нас последние противники После чего мы проходим этот уровень Получаем 3 звезды И в копилку идет 1713 монет Не так много как было ранее Но тем не менее сумма тоже весомая Ну что ж на этом все Подписывайтесь Комментируйте До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok